В Новосибирске провели международный фестиваль «Сипрокач». Пять дней именитые хореографы из США, Аргентины, России и Европы обучали сибиряков новым танцевальным тенденциям. О том, как это было, в сюжете моих коллег. Разбудить и раскачать толпу в 10 утра – задача непростая, но только не для Андрея Бойко. За 20-летнюю карьеру танцора он делил сцену с Иванушками Интернешнл, диджеем Смэшем и Дэвидом Гетто. Афробит – это смесь африканских танцев и ритмов под звуки джаза и барабана. Я на самом деле переживал, потому что мне пришлось открывать все это дело и вести класс в 10 утра. Это самое сложное обычно – либо открывать, либо закрывать. Но тем не менее народ раскачался, вообще я на подъеме, мне очень понравился. Фанатов Андрея видно издалека, на голове дреды. Одежда для танца, короткая майка и лосины с этническими узорами. На мастер-класс к звездному педагогу приехали больше тысячи молодых танцоров со всех уголков планеты. И в одиночку, и целыми танцевальными студиями. На «Сипракач» мы первый раз. У нас приехала большая студия с трех городов. Это Уссоль, Ангарск, Иркутск. В составе 106 человек. Мы танцуем в современных стилях, то есть мы пробуем и дэнс-холл, и хип-хоп, и вок. Пытаемся развиваться. Хип-хоп – хаос, апробит, тверк и вок. Из года в год фестиваль «Сипракач» объединяет хореографов и танцоров, как начинающих, так и опытных. Танцору всегда нужно развить, и от любого танцора мы питаемся энергией, берем что-то новое. Поэтому для каждого танцора он в любом случае на что-то новое здесь. И без каких-то новых знаний отсюда ехать это просто невозможно. Мышечная память запомнит все новые движения. И хотя на завтра наверняка у многих будет болеть все тело, танцоры уже готовятся к следующему фестивалю. Рута Келлер, Алина Шефер, Артем Валевич. Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС. Продолжение следует...